Знаете ли вы, как в Африке ловят обезьян? Охотник кладет камень величиной с куриное яйцо в дупло дерева диаметром примерно 6 сантиметров. При этом он ведет себя очень таинственно. Обезьяны наблюдают за ним с любопытством с безопасного расстояния. Тогда охотник удаляется на несколько метров. Тут же к дереву подходит обезьяна и сует руку в дупло. Она хватает предмет и хочет его достать. Но размер дупла для этого слишком мал. Конечно, обезьяна могла бы в любое время вытащить руку из дупла, если бы выпустила камень. Но на это она не может решиться. Таким образом, охотнику удается поймать обезьяну, спокойно накинув на нее мешок. Может быть и мы иногда оказываемся в ловушке нашего прошлого, держимся за вещи и привычки. Может быть это связывает нам руки и не дает сделать нашу жизнь счастливее. Перед вами встает один из основных вопросов. Как-то Теодор Рузвельт сказал, гораздо лучше совершать великие поступки, праздновать великие победы, даже если по пути случаются ошибки, чем вставать в ряды обычных людей, не знающих ни большой радости, ни большой беды, живущих серой жизнью, где нет ни побед, ни поражения. Победители не цепляются за положение, которым они недовольны. Они с большей охотой идут на риск, так как знают, что придут к лучшему, чем на неудовлетворяющий их минимум. Бедность для большинства людей в Европе означает не смерть от голода, а жизнь в серой повседневности. Большая разница, играете ли вы, чтобы не проиграть или чтобы выиграть. Бедность, старающийся не проиграть, настраивается на риск и опасности, ставящий на победу, видит ее перед собой. Допустим, вы решитесь в пяти аспектах вашей жизни, здоровье, человеческих отношениях, деньгах, эмоциях и работе продвинуться только на один процент вперед. Если вы будете делать это каждый месяц, всего один год, вы станете на 60% эффективнее. Философия постоянного роста и просвещения сама себя поддерживает. Где нам взять силу воли на постоянную учебу и рост? Ответ покажется вам странным. Нам нужно что-то вроде волшебного напитка. Тайна силы Астерикса и Обеликса в их волшебном напитке. Это наше окружение, которое влияет на нас, часто бессознательно. Оно влияет на большинство наших повседневных решений. Но важны и книги, которые мы читаем, и дневники, которые мы пишем, и семинары, которые мы посещаем. Нам нужна эта помощь. Через людей, с которых мы берем примеры, через книги, которые нас вдохновляют, через дневники, которые нам помогают, мы понимаем нас самих и нашу жизнь. Мы учимся на ошибках, повышаем нашу самооценку. А также через семинары, которые показывают нам новые пути и дают нам новые импульсы. Чем больше мы учимся и растем, тем сильнее наше стремление к учебе и росту. Оно становится частью нашей программы. Итак, философия постоянного роста и просвещения сама себя поддерживает. Продолжение следует...